Глава двенадцатая книги пророка из Икииля И было ко мне слово Господне, сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного. У них есть глаза, чтобы видеть, а не видят. У них есть уши, чтобы слышать, а не слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место перед глазами их, может быть, они уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении, днем перед глазами их, и сам выйди вечером перед глазами их, и как выходит для переселения. Перед глазами их проломай себе отверстие в стене и вынеси через него. Перед глазами их возьми ношу на плечо, в потьмах вынеси ее, лицо твое закрой, чтобы не видеть землю, ибо я поставил тебя знамением дому Израилеву. И сделал я, как повелено было мне, вещи мои, как вещи нужные при переселении, вынес днем, а вечером проломал себе рукой отверстие в стене, в потьмах вынес ношу и поднял на плечо пред глазами их. И было ко мне слово Господне поутру. Сын человеческий, не говорил ли тебе дом Израилев, дом мятежный, что ты делаешь? Скажи им, так говорит Господь Бог. Это предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там. «Скажи, я знамение для вас, что делаю я, то будет с вами. В переселение, в плен пойдут они, и начальствующий, который среди них, в потьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее. Он закроет лицо свое, так что не увидит глазами земли сей. И раскину на него сеть мою, и будет пойман в тене то мои, и отведу его в Вавилон, землю халдейскую, но он не увидит ее, и там умрет. А всех, которые вокруг него, с поборников его и все войско его, развею по всем ветрам и обнажу вслед их меч. И узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям. Но небольшое число их я сохраню от меча, голода и язвы, чтоб они рассказали у народов, которым пойдут, о всех своих мерзостях. И узнают, что я Господь. И было ко мне слово Господне, сын человеческий хлеб твой ешь с трепетом, и воду твою пей с дрожанием и печалью. И скажи народу земли, так говорит Господь о жителях Иерусалима, о земле Израилевой, они хлеб свой будут есть с печалью. И воду свою будут пить в унынии, потому что земля его будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. И будут разорены населенные города, и земля сделается пустою, и узнаете, что я Господь. И было ко мне слово Господне, сын человеческий, что за поговорка у вас с землей Израилевой? Много дней пройдет, и всякое пророческое видение исчезнет. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, уничтожу эту поговорку, и не будут уже употреблять такой поговорки у Израиля. Но скажи им, близки дни и исполнение всякого видения пророческого, ибо уже не останется в туне никакое видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме Израилевом. Ибо я, Господь, я говорю, и слово, которое я говорю, исполнится, и не будет отложено в ваши дни мятежный дом. Я изрек слово, и исполни его, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Вот дом Израилев говорит, пророческое видение, которое видел он, сбудется после многих дней, и он пророчествует об отдаленных временах. Посему скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено, но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok